Всем привет, ребята, на связи GrimOptimist. Сегодня будет небольшой видеоблог, и он будет более позитивный, чем предыдущий. Видите, даже снег стоял ради такого случая. Многие уже писали, блин, какого хрена, еще ноября нет, а у тебя уже все в снегу. Это нормальная ситуация, он выпадает, тает, выпадает, тает, и так может там раз пять быть или даже больше. Поговорим, ребят, сегодня о наболевшем. Я, конечно, понимаю, что не всем вам интересно то, что сейчас происходит вообще на ютубе, но для меня, как для автора, это на самом деле важно. И дело в том, что ситуация, она какая-то безумная, что ли. То есть многие ютуберы, там, стримеры или те, кто ролики создает, они столкнулись в последнее время с довольно серьезными проблемами. Постоянно на канал прилетают страйки. Я думаю, что большинство из вас как бы в курсе, что такое страйк, но вкратце поясню. То есть страйк это как бы предупреждение о таком злостном нарушении правил. Раньше в основном страйки прилетали по авторским правам. То есть, ну, пример приведу, там, BadComedian делает обзор на какой-то фильм, авторам фильма не понравилось, они ему страйк кинули, ролик удаляется. И страйк это не просто как бы, ну, пальчиком погрозили. Там суть такая, что если на канал один страйк прилетел, то это сразу же падает его репутация и отключается возможность прямых трансляций на три месяца. Если два страйка прилетают, то начинаются проблемы с монетизацией. Если три страйка, то канал вообще закрывается. То есть, ну, там, как бы навсегда, на самом деле его еще можно разблокировать, но это в любом случае серьезные проблемы. И я, как бы, за шесть лет моего пребывания на Ютубе раньше никогда со страйками не сталкивался. Просто потому, что я правила не нарушал. Я их читал в свое время и, как бы, ну, просто не делал так, как нельзя. Вот и все. А сейчас, как стало известно, правила изменились. В частности, мне партнерка присылала письма, где говорила, что нельзя ни в коем случае рекламировать казино. Ну, я их и так не рекламировал, поэтому мне, как бы, до звезды. Но, к сожалению, друзья, оказалось, что так же и нельзя делать некоторые другие вещи. В частности, например, точно нельзя рекламировать сервисы по раскрутке, то есть, в соцсетях. В частности, вот я работал со СММ Крафтом, и за это меня, как бы, наказали, скажем так. То есть, мне прилетел страйк. Я этого не знал. Оказалось, этот пункт внесли в правила, причем никого об этом не известив, то есть, просто изменили правила, а мы, как бы, должны, видимо, каждый день заходить и читать их. Я не знаю, как это работает. Вот, на что я, как бы, ответил там, то, что я не знал об этом, да, то есть, сейчас хорошо, я все уберу, я убрал всю рекламу, в общем, расторг все договоры с рекламодателями, и, как бы, с меня в итоге страйк сняли. Самое смешное, что это был уже второй страйк за последний месяц на моем канале. Был еще первый, который прилетел вообще по ошибке, то есть, там его сняли даже без объяснения причины, просто, то есть, его кинули, прошло два дня, его сняли сами. И сейчас такая ситуация практически у всех, то есть, там, бесполезному прилетел страйк, да там вообще почти всем, я не знаю, вот, по-моему, ни одного блогера кому бы хотя бы раз не прилетал, там, Лехе Снайперу прилетел, Маракасе, еще кому-то там, то есть, страйки просто летят со страшной силой. И самое непонятное то, что далеко, как бы, не все они вообще оправданы, понимаете, то есть, в случае с СММ Крафтом, окей, да, я там что-то нарушил, хорошо, я, как бы, осознал, больше такого не будет. Но, когда они прилетают по ошибке, а вы поймите то, что, если один страйк прилетит по ошибке, ладно, там, пару дней переживу как-нибудь, без стримов, да, а если два или три, если два, это минус деньги уже, если три, это минус канал, это нервы, то есть, если тебе канал блокируют, понятно, что его разблокируют со временем, да, скорее всего, но все равно тебе неспокойно. И, конечно, это бесит. И, причем, самое смешное, что, когда человек, даже, вот, кому кинули страйк, типа, ты нарушил правила сообщества, он спрашивает, а какое правило я нарушил, их там много, то есть, их там около 15, а ему не отвечают, то есть, просто говорят, вы сами, типа, должны знать, какие правила вы нарушили. Он говорит, так, блин, вы мне скажите, чтобы я в будущем так не делал, чтобы я не совершал больше этих ошибок, и там всем похер, никто ничего не делает. Короче, YouTube, к сожалению, с каждым годом скатывается все больше. И я надеюсь, что это все урегулирует. В принципе, как бы, ну, скажем так, шанс такой есть, что получится как-то, ну, эту ситуацию решить. Просто, кто не в курсе, полгода назад еще была довольно серьезная проблема, связанная с тем, что на видео постоянно прилетала жалоба, как там, ну, в общем, от потенциальных рекламодателей, как бы, там, я не знаю, как это назвать вообще вот правильно, да, но суть такая, то, что говорилось, это видео не подходит большинству рекламодателей. И, соответственно, то есть, просто снималась монетизация без объяснения причины. Ты кидал апелляцию, типа, то, что никакого хера нормальное видео, чего вам не нравится, после чего соглашались, говорили, да, знаете, мы ошиблись, ваше видео нормальное. И так было абсолютно с каждым роликом, который выходил на моем канале, и это было сразу минус примерно 50% бабок, то есть, ты терял просто из-за того, что у них система кривая, но это решили в итоге. Сейчас вот осталась проблема со страйками, я надеюсь, что с ней тоже что-нибудь сделают. Рука немножко левая уже начала отниматься, и сейчас, ну, я лично надеюсь, что, еще раз говорю, как-то разберутся и начнут более серьезно относиться к таким вещам, потому что для любого ютубера страйк это, ну, как сказать, это очень серьезная проблема и это всегда нервы, потому что ты не понимаешь за что, почему, как и что с этим делать. Особенно начинающие ютуберы, которые с этим еще не сталкивались, то есть, которые не особо понимают вообще, что это такое, да, и как с этим бороться, и чем это чревато, они, конечно, на панике. И здесь еще, конечно, очень многое зависит от партнерки. Вот мне повезло, у меня партнерка адекватная, они сразу мне сами написали и помогли решить все проблемы. А бывает, что партнерка вообще ничего решать не собирается, как вот у беса, они просто послали его нахер, как бы, и все, и ничего не собираются ему помогать. То есть, за что они берут там 20-30% его дохода, вообще никто не знает, если они даже его проблемы не собираются помогать решать. Короче, ну, очень-очень странная ситуация, если честно. Такие вот, ребята, дела. И, как бы, я вообще не знаю, зачем я все это рассказываю, просто чтобы вы были в курсе, скажем так, ситуации, что стримы могут обрубить. Если мне обрубят стримы на основном канале уже конкретно, да, и то придется стримить на втором канале, то есть на этом. Это будет, как бы, не очень хорошо, но это более чем вероятно. Вот. И вторая сегодняшняя тема. Я тут недавно на стриме столкнулся с ситуацией, там парень один написал, что вот, типа, мне там 25 лет, что-то я не могу, типа, с девушкой никак познакомиться. И я ему такой, типа, совет дал, говорю, ну, если тебя постоянно отшивают, да, ну, ты написал там пятерым, десятерым девушкам, да, ну, напиши, напиши 50 или 100 в конце концов, да, то есть просто по математике рано или поздно кто-нибудь-то должен клюнуть. Ну, как бы, законы, еще раз говорю, математики еще никто не отменял. По теории вероятности просто рано или поздно должно прокнуть. И там кто-то написал, что, типа, есть такое приложение, говорит, Баду, типа, это сейчас не реклама, вот, сразу предупреждаю. И, как бы, объяснил, как оно работает. Мне показалась идея довольно интересная. Я решил, короче, его потестить. Там зарегался. Суть такая, что ты там просто регаешься, делаешь фотку, пишешь коротко о себе, там, там, ну, телосложение, типа, чем занимаешься, образование, там, ну, стандартная тема. Я вообще раньше никогда, кстати, не пользовался сайтами знакомств. Ну, обычно, там, как бы, стандартными соцсетями ограничивался максимум. То есть специальные ресурсы не использовал. И, чем мне показалось немного забавным, скажем так, ну, это сама идея. То есть там просто, когда ты регаешься людям, ну, там, девушкам, например, да, им, как бы, предлагают твою анкету с твоей фоткой. И там, если, типа, свайпаешь влево, типа, не нравится. Если вправо, нравится. И, типа, такая ситуация, что если вы друг друга лайкнули, как бы, значит, ну, можно там дальше уже какое-то общение продолжать. В принципе, идея реально классная, но, видимо, я немножко припозднился в том плане, что, во-первых, там сейчас все в хлам монетизированном. То есть там, если у тебя нет денег вообще, то там особо ловить нечего. То есть там многие функции нужны, а не за бабки. Дешево стоят, то есть там, ну, там, пятихатки вот так вот, ну, хватит надолго. Но все равно, тем не менее. Это первый момент, да, такой, ну, что меня немного стало раздражать. И в целом функционал, он не очень удобный. То есть там как-то сделано все, как это объяснить. Неинтуитивный. Порой, как бы, некоторые вещи вот за деньги вообще, ну, реально как-то не смотрятся. То есть, ладно, окей, там некоторые функции дополнительные. Дополнительные там увеличение шансов попадания твоей анкеты, типа, к другим. Да, окей, это за бабки, я понимаю. Но когда ты просто не можешь взять и написать... Вон, белка опять бегает, смотрите. Их что-то много, так стало, они носятся прям под ногами. Мне под прошлым видео написал чувак, говорит, типа, ты увидел белку под ногами и даже никак не пререагировал на это. Я говорю, ах, хер ли на них реагировать, если они носятся, я не знаю, блин. Я собак столько не вижу, сколько белок у нас, это жесть. Ну, как бы, ладно, белки прикольные. Не вздумайте, кстати, если будете где-нибудь, ну, гулять, увидите белку, не вздумайте их руками хватать, если укусит, может заразить каким-нибудь дерьмом. Они грызуны, грызуны, они такие, не очень. Ну вот, и, например, вот ты просто не можешь взять и написать какой-нибудь девчонке просто так. То есть, там даже есть такая функция, она показывает, типа, что кто-то рядом с тобой. Например, типа, вы пересеклись с такой-то девушкой. Вы, типа, рядом, находитесь там, ну, метров сто друг от друга. И ты не можешь даже написать ей, то есть, как бы, ну, чтобы просто как-то словиться, грубо говоря. И за это, как бы, можешь, вернее, написать, но за это тоже деньги берут. Там копейки, там, грубо говоря, рублей пять обойдется. Но все равно, то есть, сам факт, что бабки тянут, конечно, жестко. Я думаю, что, наверное, это было не с самого начала. Скорее всего, этот функционал ввели уже позднее. То есть, чтобы просто как-то более плотно монетизировать. Ну, вот, короче, разместил, идти по анкету, сделал самые обычные фотки. У меня было две мысли. Первая, это сделать фотку в падике с жигулем и семками. Вот. А вторая, это сфоткаться на фоне, или даже можно не на фоне, у соседского рейнжа. Рейндж-роверу, там, купил у нас сосед новенький себе. Вот. Я думал, так и так сделать. Или сразу оба варианта, короче, в одну анкету. Это, чтобы шаблон разорвало нахер. Вот. Но еще-то решил, что мое чувство юмора могут не оценить, как бы, да. Мое искрометное чувство юмора, за которое вы меня все, естественно, любите. Вот. Поэтому просто обычные фотки сделал, там, ну, написал, там, о себе, типа, что вот так и так. И могу вам сказать, что, ну, понятно, что мои внешние данные, они, как бы, далеки от идеала, да. Хотя страшным меня никто не называл. Ну, просто я такой средняк, скажем так, да. Но писать первым девчонки вам не будут в большинстве случаев. То есть, они могут лайкнуть фотку, но первые они тебе не напишут. Ну, точно. То есть, они максимум могут лайкнуть. Пишут первыми только тетки. Мне, наверное, уже человек, наверное, 20 написало, короче, за сутки. Теток от 35, ну, 35 еще ладно там, да, от 35 до там, ну, до 50 лет, грубо говоря. Вот они пишут первыми. То есть, конкретно, чтобы там, привет, давай пообщаемся. Вот, в принципе, ну, казалось бы, там, мне просто 30 самому. Я считаю, что все-таки, ну, какие-то отношения мутить с девушкой, которая тебя старше, значительно, да. Ну, больше, чем на 5 лет, это, как бы, идея так себе по многим причинам. Я думаю, объяснять не надо. Вот. Ну, по крайней мере, серьезные отношения точно не строят. Не стоит так делать. Хотя у меня был опыт с девушкой, ну, как, с женщиной, которая у меня была постарше, так, довольно серьезно. Ну, меньше 40 я была. Но, вот, так что сильно рассчитывать на это приложение не стоит. Во-первых, нужно готовить деньги какие-никакие, пусть и не очень много. А во-вторых, то есть, ну, не надейтесь, что вы свою анкету разместите и прям посыпятся вам сообщения. Я не знаю, если, конечно, там прямо вообще какая-то, ну, такая, как бы, модельная внешность и там еще на фоне дорогой тачки, там, может быть, в этом случае будут писать. Но, по поводу дорогой тачки, вы понимаете, кто будут писать, будут писать шкуры, либо содержанки, которые нахуй не нужны, как бы, никому. Если, как бы, именно внешность хорошая, то в этом случае вам приложения и так никакие не нужны. Я думаю, что у вас и так проблем нет никаких со знакомствами. В общем, пока я все это тестирую. Больше, как бы, я этим занимаюсь из какого-то научного интереса. Просто, как бы, ну, любопытно стало. Вот. Ну, там, что, как пойдет, пока не знаю. Но, вот, решу просто поделиться первыми впечатлениями. Приложение, идея хорошая, но, к сожалению, изгажено донатом, как и все в этой жизни, блин. Все коммерциализировано слишком сильно и не очень удобно. Плюс, ну, как бы, чудес все равно не бывает. В принципе, на этом, наверное, сегодня все. Спасибо за внимание. Пишите комменты, там, подписывайтесь на канал. Всем до скорого и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok